Дух Святой, пусть горит Твой огонь в наших сердцах. Огонь Святого Духа. И пусть Дух Святой переплавляет наши сердца и преображает нас в образ Христа. И наша цель и задача – это подчиниться, подчинить себя работе Святого Духа и преображаться в образ Христа. Позволить Духу Святому работать в нашем сердце, чтобы Дух Святой совершал свою работу в сердце нашем. И это великая честь и привилегия, это великая слава Божья. Сам Бог пришел во плоти, прошел весь этот путь как человек, вселился в нас, как Духом Святым вселился в нас и живет в нас сам всемогущий Бог. И великая тайна, да, Бог Иисус Христос, Он одеснует Бога Отца в физическом теле, но в Духе Святом, внутри нас, на престоле наших сердец. И Он в наших сердцах, Он на престоле наших сердец. Его слава, Его сила, она явлена внутри нас. И это средействие Духа Святого. Халилюя! Слава Иисусу Христову! И драгоценное хорошее время, время, когда мы славим Бога, когда мы собираемся. И сегодня хороший день, день Божьей славы. И Дух Святой будет делать особенную работу в твоем сердце. И обязательно, конкретно, мы будем в конце молиться, обязательно слушать. Будь с нами до конца. Пусть помазание Святого Духа, оно касается твоему сердцу, касается твоего Духа, касается тебя изнутри. И пусть слава Божья, она является в твоей жизни. И можете присаживаться, да, и мы будем сегодня говорить, говорить о Духе Святом, говорить о том, что Бог сделал в этот день Пятидесятницы. Халилюя! Слава Иисусу! Халилюя! Слава нашему Богу! Халилюя! Халилюя! Слава нашему Богу, да, мы же поприветствуем друг друга, да, мы приветствуем всех, кто у нас в прямом эфире. Пусть Божья благодать, Божья любовь, она изливается немерой в твою жизнь. Халилюя! Слава нашему Богу! Халилюя! День Пятидесятницы. Великое время, да, и день Пятидесятницы. Да, он традиционно, да, является рождением, да, церкви Божьей на этой земле. Халилюя! И давайте мы посмотрим, что говорит Библия о этом дне. Потому что Троица, да, вот люди празднуют, да, там, зелёная неделя, да, празднуют. А что на самом деле Троица, что такое День Пятидесятницы, что это за праздник, да, и мы посмотрим сейчас из Писания, да, что это за день. И мы посмотрим и также исторически, что было в этот день. И не просто историю Нового Завета, но это мы проведём параллели со Старым Заветом. Деяние, вторая глава, с первого стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были ненадушны вместе, да, и перед этим Иисус, он сорок дней после воскресения был со своими учениками и давал им наставления. Он учил их, наставлял их, да, и мы знаем книги Евангелия от Иоанна, там описывается, да, когда Иисус приходил к ученикам, учил их, да, и уже по воскресенью. И то, что он пророчествовал до этого, да, это уже как явление Божьей славы. И они тогда не верили, не верили, да, не могли поверить в это всё, да, но я хотел бы, понимаешь, при наступлении Дня Пятидесятницы, чтобы мы остановились, при наступлении, что такое День Пятидесятницы. И это не просто 50-й день, на который воскрес Иисус, да, это традиция, да, была израильского народа. И они собирались и приходили в Иерусалим. И давайте мы посмотрим, откроем книгу Левитов, да, Левит 23 глава. Ну, это за праздник, да, в иудейской традиции. Пятнадцатый стих. И отчитайте себе от первого дня после праздника до того дня, который приносите сноб, потрясение, семь полных недель. И семь полных недель. И ещё этот праздник, да, в Израиле называется, как будто за эти полные недели, да, это как праздник, недель, да, Шаваот, праздник Седмиц, семь полных недель. И до первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесёте новое хлебное приношение Господу, да. Или вот 50 дней тут, да, и отчитайте, и праздник Пятидесятницы, да, праздник Пятидесятницы, да. И что же это такое за праздник? Что Бог говорил, да, об этом, да, празднике? И от какого праздника что нужно отчитывать? И мы сейчас посмотрим, да, и праздник Шаваот, да, это праздник Седмиц, да, он от какого дня, да, это от праздника потрясения Цнапоу, да, И вот хлебное приношение, это 16 Ниссана, да, это после Пасхи, 14 Ниссана, это сама Пасха, и 16, это и отчитывается 50 дней, да, и этот праздник, да. Да, и что же это за праздник, да, второзаконие 16 глава, 16 стих, здесь 14 Ниссана, да, это день Пасхи, да, это выход из Египта. И мы знаем, что Иисус, он был распят, да, на Пасху, да, и Пасха наша, это Иисус, это исход, исход из рабства, да, и Бог, этот праздник, да, это как прообраз Старого Завета, да, что Старый Завет, он уже разрушен, да, что Новый Завет пришел, пришло спасение Божье, что не нужно приношение животных крови, что одним приношением Иисус сделал совершенными освящаемых, и праздник Пасхи, да, и этот исход, как это как прообраз, исход из рабства ипиского, исход из рабства греха, Иисус явил нам одним приношением, да, и здесь следующий праздник, да, это, после исхода, это Шаваот, на который нужно было приходить, да, и что это за праздник, да, Второзаконие 16 глава, 16 стих, и три раза в году весь мужеский пол должен являться перед лицем Господа Бога твоего на место, которое изберет он праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущей, И никто не должен являться перед лицем Господа с пустыми руками, да, и вот в еврейской традиции было три основных праздника, где должны были являться, да, перед лицем Господа, это являться в Иерусалим, как бы, да, это было такое паломничество, да, Это праздник опресноков, это праздник Пасхи, праздник Седмицы, это Шаваот, это праздник Пятидесятницы, да, и праздник кущей, да, и это было такое постановление, и день Пятидесятницы, евреи собрались традиционно в этот день Пятидесятницы в Иерусалиме на этот праздник, да, И давайте мы откроем еще исход, девятнадцатую главу С первого стиха давайте В первый месяц поисходится Новый Израилевых из земли египетской, в самый тот день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую, и дивились они из Рифаима, И двинулись они из Рифаима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там Станов в пустыне, и расположился там Израиль Станов против горы Третий стих И Моисей вошел к Богу на гору и И Возвал к нему Господь с горы, говоря Так скажи Дому Израилеву, возвести сынам Израилем, и вы, Израилевы, вы видели, что я сделал с Египтом, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе, так если будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, Ибо моя вся земля И здесь Бог, да, Моисей идет на гору, это гора Синай, на которой Моисей получал скрижали И здесь он говорит Бог, что пойди возвести народу И он, Моисей, спускается и собирает народ, и собирает старейшин, да, которые возвещают всему народу, и народ говорит, все, что скажешь будем, сделаем, что скажет Господь, все сделаем Он говорит, соберитесь под горой, да, и очиститесь, очиститесь и соберитесь, я буду говорить И Бог лично говорил с народом И Моисей пошел это возвести Господу, опять принес эту весть от Господа, да, и мы знаем, вы можете почитать в 19 главе, да, здесь об этом, да, но мы, давайте мы откроем 15-16 стих И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женщинам И на третий день, при наступлении утра, были громы, молнии и густое облако над горою Синайскою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший встанет И мы видим, да, что это было такое явление Божьей славы И был трубный звук, были молнии, были громы, да, и облако над горой Синай И мы знаем, да, что здесь, да, Бог проговорил, да, и в 20 главе мы с первого стиха И издрек Бог Моисея все слова сии, говоря, и мы здесь знаем 10 заповедей, которые дал Бог израильскому народу И он проговорил, да, эти все 10 заповедей и дал закон Господа И дал свой закон израильскому народу И это был день, когда Бог дал Тору, израильскому народу, дал свой закон И день, когда он вывел их из рабства И этот основной день, когда они празднуют праздника пресноков, да И второй день, да, этот праздник Шевод, это когда он дал 10 заповедей, дал закон И он проговорил, да, сам проговорил, как бы там в громе, в молнии проговорил народу, да, свои 10 заповедей И тогда вышел народ из Египта, там было много разных народов И с ними были и египтяне, и другие народности, и было много разных народов И каждый слышал, как бы, этот закон на своем наречии Если мы вот возьмем в Талмуде, да, это Пятикнижие Моисея, да, но Раби Йоханан, да, Раби Йоханан, это Талмуд, трактат Шаббат, да Это известный Талмуд, известный толкователь и мудрец Талмуда И там он пишет конкретно, да, что каждое слово из уст Всевышнего в момент дарования Торы на Синае Слово, словно бы отдавалось эхо на 70 языках И что вот именно, как Бог говорил, да, говорил слово, да, оно записано как на древнееврейском Да, но каждый слышал, да, эти 70 народов 70 народов, да, это те, как в 70 языках, это как те народы, которые произошли от Хама, Ноя и Ефета Да, да, 70 народов, да, пронародов, да, и от которых пошли уже другие народы И мы видим конкретно, что когда Бог давал свой закон, когда Он говорил на горе Синай из облака, да, что были громы, да, и был глаз с неба И люди разных национальностей, разных народов, они слышали это слово на разных языках И мы видим конкретно, что Иисус говорит своим ученикам, давайте вернемся в Новый Завет, да, вернемся Деяния 1 глава, 8 стих Деяния святых апостолов, да, и это уже Иисус перед Вознесением, когда Он был со своими учениками, да, говорил перед уже самым Вознесением, да, на сороковой день то вы после воскресения своего, то вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре и даже до края земли давайте с пятого Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым и не отлучайтесь из Иерусалима собрал их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, ну ждите обещанного от Отца о чем вы слышали Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым и говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и в Самаре и даже до края земли И вот Бог говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от Отца И в день Пятидесятницы, в тот день, когда Израилю Бог дал десять заповедей, дал свой закон дал свой закон и в этот день Аллилуйя И в этот день когда Бог дал свой закон и в этот день, да, и это вот день, который как бы как прообраз где Израиль получил свой закон и будете священниками Господа Бога где Он говорил и избирает израильский народ и говорит, если будете слушать глаз Господа Бога да, то будете Моим народом, да и буду охранять вас, буду с вами да, и в этот день Иисус говорит, не отлучайтесь из Иерусалима и в этот день, да, собрались, собрался весь народ собрался на праздник Пятидесятницы пришло множество паломников было такое движение славы Божьей да, но перед этим давайте мы еще откроем Иоанна 14 главу Иисус говорил своим ученикам наедине когда Он был со своими учениками Он говорил Иоанна 14 стиха Если чего попросите во имя Мое, то сделаю Если любите Меня, то соблюдаете заповеди Мои И Он говорит конкретно о своей любви Если любите Меня, то соблюдаете заповеди Мои И Он говорит, думалю Отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек и это был план Божий чтобы конкретно народ, его ученики получили да, другого утешителя получили конкретно, да, который будет вовек да, с нами в их Духа Истины и Он говорит Духа Истины Дух Истины Дух Божьей Славы Дух Истины да, и Дух Истины говорит Духа Истины Духа Истины, которого мир не может принять да и вот интересно, да Дух Истины мир не может принять потому что мир лживый, да и князь этого мира дьявол, да и он искажает истину но Дух Святой который наставит на всякую истину Дух Истины, который мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его и он с вами пребывает и в вас будет и он говорит, он с вами пребывает вот в моем образе он пребывает с вами и в вас будет и в вас будет еще внутри вас его нету придет время, когда он будет в вас И 18 стих «Не оставлю вас сиротами, приду к вам ещё немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». И наступает этот день, и он говорит в деяниях, в последнем посещении после воскресения, как я уже говорил, он 40 дней был с учениками, ибо я говорю, вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и даже до края земли. Свидетельствовать о Христе, о славе Божьей без силы Святого Духа невозможно, потому что Он даёт силу, Он даёт эту уверенность, что как апостол Павел говорит, сам Дух Святой будет учить вас. Деяние 2 глава, и вот при наступлении Дня Пятидесятницы, и вот этот День Пятидесятницы, когда Израиль получил свой закон, когда этот праздник Шаваот, когда весь народ собрался на День Пятидесятницы, собрался в Иерусалиме, Иисус говорит ученикам, «Не отлучайтесь, Святого Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». И они пребывали в Иерусалиме, там, где Бог повелел, когда прибыть народу своему в этот день. И внезапно сошёл шум с неба, как от несущего сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. И здесь мы видим конкретно, да, когда Бог на горе Синай сходил, был гром молнии, шум с неба, были трубный звук, да, и мы видим здесь подобное, то, что конкретно Израиль получал, когда свой закон, и Бог явился Израилю и вручил закон свой, здесь мы видим подобное такое действие, да, и весь Израиль, он был, конечно, в шоке. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. И здесь мы видим, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. И когда сделался шум, собрался народ, и пришел в смятение, и каждый слышал из говорящих на его наречии, и изумились и дивились, говоря между собою, «Сии, говорящие, не все ли галилеяне, но, как мы слышим, каждое собственное наречие, в котором родились». И здесь перечисляются народы и парфиане, и медиане, и еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понтии, Аса, Фриги, Порфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иерине, пришедшие из Рима, иудеи и празелиты. «Критяне, аравитяне слышали их нашими языками и говорящих о великих делах Божьих». И мы видим подобно, когда Бог проговаривал свой закон, и он говорил, и по «Толкователю Талмуда», он говорит, что каждый слышал на 7 дней свой язык, свой, своей народности, да, там было множество народов, и каждый слышал свой язык. И здесь мы видим подобное, да, почему как бы слава Божья была явлена, потому что и покаялась там 3000 народа, потому что они увидели эту славу, и им передавалось из поколения в поколение, да, что нужно приходить на этот праздник Шаваот, что как Бог говорил, как Бог, и они читали Тору, да, читали эти толкования, и тут они видят, да, эту славу, что сошел Дух Святой, и начали говорить на иных языках, и апостолы начали говорить на иных языках, и говорящие видели славу, да, и что они каждый говорит о великих делах Божьих. И изумились все, недоумевая, говорили друг другу. Что это значит? Иные насмехались и говорили, они напились сладкого вина, да, и вот когда начали говорить, а кто-то начал смеяться, да, потому что каждый говорил своим наречием, говорил как бы на других языках, и они как бы, ну, думают, они напились сладкого вина. И Петр, тогда он встал, да, и возвысил голос свой. И тот Петр, который без Святого Духа, он отрекся от Христа. И когда Христа арестовали и повели его в Синедрион, Петр следовал за ним, и когда ему говорят, ты был с ним, он три раза отрекся, как Иисус предрекал, да, как Иисус и говорил. И тот Петр, который, да, боялся, прятался, да, когда тот сошел Дух Святой, да, и Петр, он встал с одиннадцатью, да, и возвысил голос свой. И говорит, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно, внимайте слова моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Ну, в Израиле была культура, ведь они там днем не пили, они могли там после работы, да, там выпить вина, а такого у них не было. Но это есть предреченное пророком Илии. И Петр здесь цитирует пророка Илию, который задолго до Христа, задолго до этого праздника, да, он изрекал пророчество, пророчество, да, и говорит, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями разогноблены будут, и будет в последние дни. Ему говорит, и будет из залью от Духа Моего на всякую плоть. Если в Старом Завете Дух Святой, Он сходил только над избранных пророков, да, на избранных царей, да, на избранных людей, да, Он сходил, и они могли говорить и пророчествовать Духе Святом, то, Он говорит, в последние дни и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями разогноблены будут. На рабов Моих и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчества. И он говорит, на всех, на рабов моих, на рабынь, да, и залью от духа моего и будут пророчествовать. Покажу чудеса на небе вверху и на земле внизу и огонь и курение дыма и солнце превратится в тьму, луна в кровь прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. И он говорит, будет всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. И спасение, оно явилось, явилось Израилю. И он пророчествует это пророчество, да, читает, да, провозглашает это пророчество пророка Ильи, да, из Писания, да, и народу говорит, вот, то, что было предречённое, вот, оно настало. И залью от духа моего, да, и будут пророчествовать, будет слава, и каждый призовёт имя Господне, спасётся. И он говорит здесь и обличает Израиль, мужи израильские, вышли эти слова мои, Иисуса Назарянина, мужа, свидетельствующего вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которого Бог сотворил через него среди нас, как сами знаете. Всего по определённому совету, предвидению Божьему преданного вы взяли, пригвоздили руками беззаконных и убили. Но Бог воскресил его и расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И он здесь обличает израильский народ, говорит, вы руками своих беззаконных взяли и распяли мужа, который пришёл на эту землю, чтобы принести вам спасение. И он здесь свидетельствует и показывает из Писания, приводит им доводы. Ибо Давид говорил о нём, видел я перед собою Господа, всегда Он одесну и меня, дабы я не поколебался. И здесь он приводит пример апостола царя Давида, приводит цитату из Писания. «Оттого возрадовалось сердце моё, и веселился язык мой, даже плоть моя упокоится в уповании. Ты не оставишь души в моей аде и не дашь святому твоему увидеть ление. Ты дал мне познать путь жизни, и ты исполняешь меня радостью перед лицом твоим». И он зачитывает пророка Илью, потом цитирует Давида, да, и говорит, в этот день, когда это слава Божья, огонь, и люди слышат своими наречиями, да, о славе Божьей, чудесах славы Божьей, то, что происходило на горе Синай, здесь, сейчас происходит на горе Сион. И гора Сион, да, это Иерусалим, и гора Мариах, да, это та гора, где Бог повелел, да, где собираться. Это та гора, на которой Авраам приносил в жертву Исаака, и на этом месте был построен храм, и был построен жертвенник, да, и мы видим конкретно весь прообраз, то, что Бог обещал Аврааму, через эти года оно исполняется всё в точности, да, этот выход из Египта, да, и вот эти вот все пророчества, да, и мы знаем, как вот это вот прообраз, как бы, Исаака, как бы, вот этой жертвы Иисуса Христа, да, и мы видим, как Писание, оно складывается в определённый пазл, да, и здесь, да, где построен храм, и где собрались, весь этот народ собрался, да, и здесь слава Божья была явлена, была явлена слава Божья, да, сошли гром, да, звук, да, шум с неба, и огненные языки начали говорить иными языками, начали говорить и провозглашать славу Божью, и здесь Пётр подводит, уже конкретно берёт и обличает, обличает израилетян, мужи, братья, да будет позволительно, позволительно с дерзновением сказать вам о братце Давиде, что он умер и погребён, и гроб его у нас до сего дня, будучи, будучи же пророком, зная, что Бог клялся, обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в Аде, и плоть его не увидит ление. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И он говорит, этого Иисуса, о котором говорил Давид, он Бог воскресил, чему мы все свидетели. И собрали все свидетели, апостолы, да, и те все, как вот 120 человек, которые были там в горнице, да, когда Иисус возносился, да, и они все были там, да. Итак, он был вознесён, 33 стих. Итак, он был вознесён десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа и злил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не сошёл на небо, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди одесною меня, доколе положу врагов твоих у подножья ног твоих». Итак, твёрдо зная весь дом Израиля, что Бог сделал Господом и Христом своего Иисуса, которого вы распяли. И услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру, прочим апостолам, что же делать нам, мужи и братья? И мы видим конкретно, что эта ситуация, там где вот такие обвинения, вышел Пётр и так вот не в Духе Святом начал бы там обличать и говорить, и говорит, ну его распнём, сейчас и тебя распнём, и как бы всех бы там побили камнями, да, но слава Божья, потому что в этот день, в день Пятидесятницы, в Старом Завете на горе Синай, Бог дал свой закон народу. И говорит, если будете слушать глаз Господа Бога своего, будете моим народом, и буду пасти вас, хранить вас, оберегать вас, да. И он говорит, да, даёт десять заповедей, и мы знаем, да, благословения, если будете слушать глаз Господа Бога моего, то будут благословения, и там, если не будет, будут такие проклятия, да. И Бог даёт свой закон на горе Синай при трубном звуке, при громах, при молниях, и каждый слышит своё наречие. Но на горе Синай Бог дал закон свой, но на горе Мария, да, на горе Сион, он явил самого себя, явил Бога, да, вот третья личность Божества, Троица, потому что как бы сошёл отец, сын и Дух Святой, да, и эра Святого Духа, да, как и в старом деле была эра Бога Отца, да, потом эра Иисуса Христа, когда Иисус в физическом теле пришёл на эту землю, проходил весь путь человеческий и пошёл на крест, да, и здесь уже третья личность Божества, то, что Иисус говорит, не оставлю вас сиротами. Но умолю Отца и пошлёт вам Утешителя, Духа Истины. И услышав это, они умилились с сердцем и сказали Петру и прочего, что же нам делать, братья? И они говорят, что же нам делать? Мы, да, мы совершили ошибку, что же нам делать? Да, и вот обличение такое в Духе Святом, оно не привело к тому, что конкретно, да, Петра и апостола там побили камнями, а люди сокрушились, потому что слава Божья, она сошла, Дух Святой начал делать свою работу. И Пётр сказал им, покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получит дар Святого Духа. И Пётр говорит, покайтесь, что вам нужно? Покаяться. Да, вы совершили ошибку, вы поняли, покайтесь. Да, крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа в прощение грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовёт Господь Бог наш. И он говорит о том обетовании, которое Бог говорил на горе Синай своему народу, о том, что будете моим народом, и что принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовёт Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал, увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращённого. И вот многими другими словами он свидетельствовал, говорил, спасайтесь от рода развращённого. И народ, который у него слово, и который жил в Старом Завете, и он говорит, спасайтесь от рода развращённого, спасайтесь, потому что спасение оно во Христе, спасение оно не в законе, спасение оно во Христе. Иисус одним приношением делал совершенными освящаемых. Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около трёх тысяч. И вот охотно принявшие слово крестились. Вот там было больше народа, видимо, собралось там, да, ну, кто охотно, но были те, которые не приняли охотно, но приняло, ну, три тысячи, да, и принявшие слово крестились, да, и крестились, это не перекрестились они. И вот это вот крещение, да, вот мы вот крестимся, говорит, это как вот православное, да, перекрестился. Откуда пошло вот это вот крестное знамение, знаете? Да, когда было гонение на христиан, и тогда вообще, чтобы не проповедовали, да, отрезали языки. И многие просто не говорили, и когда они встречались, они, как бы, у них знак, ну, что мы вот, я, ну, свои. И вот оттуда это как вот обозначение, приветствие, да, как бы, ну, чтобы мы поняли друг друга, кто мы, потому что тогда за Христа убивали, отрезали язык, и говорит, я свой, да, ну, я свой. И крестились, это тогда, там, в Иерусалиме по граммам были миквы, да, там множество таких бассейнов, маленьких таких, да, где они омывались перед жертвоприношениями, да, народ должен был очиститься, да. И вот они крестились, да, вот в этих книгах они не просто, они как бы вот крестились, они принимали и водное крещение, тут сразу, и вот крестились. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И они после того, как крестились, они пребывали в учениях. Вот важно учение, важно слышать Слово Божие, важно здравое учение. Они пребывали в учении апостолов, в том учении, которое мучил Иисус, которое их наставляло, в которое они еще сами не могли поверить. Иисусу нужно было 40 дней, чтобы их в этом конкретно наставить, убедить, да, донести, да, по своем воскресении, потому что то, что Он говорил, учил, да, они не все понимали, да. Иисус брал Писание и с Писания им показывал, да, и мы видим по воскресению, когда Он встретил двоих учеников, Он по Писанию им рассказывал, и когда они приняли хлебопроломление, открылись у них глаза, да, Он показывал по Писанию все эти пророчества, которые были, и как Бог работает в своей славе, в своей силе, да, и они пребывали в учении апостолов, да, и в общении. И вот очень важно конкретно в церкви это учение, и очень важно общение, чтобы мы общались, пребывались в общении, в общении и преломлении хлеба. И преломление хлеба — это духовные вещи, потому что конкретно иудеи, они не ели сыноплеменниками, они всегда, они говорили за столом, они прославляли Бога, славили Бога за пищу, да, они благословляли пищу и вкушали как бы с наслаждением, да. И вот в преломлении хлеба, и преломление хлеба, когда мы отстаем, когда мы преломляем хлеб, когда мы собираемся вместе, общаемся, пьем чай, да, мы преломляем хлеб, собираемся с долами, говорим о Господе, это духовные вещи. И вот пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба. Три таких основных вещи. И был же страх на всей душе, и много чудес и знамений свершалось через апостолов в Иерусалиме. И все верующие были вместе, и имели всё общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единотушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу с весельем в простоте сердца. И каждый день, да, и даже не раз в неделю, каждый день, да, они пребывали в храме, пребывали в учениях, преломляли хлеб по домам, и принимали пищу с весельем и в простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же единодушно прилагал спасаемых церкви. И уже 47 стих, это как результат, да, что они хвалили Бога, находились в любви у всего народа, и Господь единодушно прилагал спасаемых церкви. И очень важно, да, вот пребывать в учении, да, преломлять вместе хлеб, общаться конкретно с друг другом, иметь общение, да. И важно, простота сердца, не какие-то короны, не какие-то в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И вот важно церкви находиться в любви у всего народа, у всего народа, чтобы мы были примером для людей, примером, как бы, для других людей. И Бог прилагал спасаемых церкви. Вот что такое День Пятидесятницы. Это слава Божья, которая была явлена на этой земле. Если в День Пятидесятницы на горе Синай, да, на которой в Старом Завете, да, когда Бог дал закон народу, да, и отделил народ, то в День Пятидесятницы в Новом Завете уже Бог явил Себя самого, да, Он явил Себя во Христе, и уже Христос явился в Духе Святом внутри нас и пребывает с нами вечно. И то, что говорил Иисус в Иоанна 14 главе, давайте еще раз откроем, «Если чего попросите во имя Мое, то сделаю. Если любите Меня, соблюдете заповеди Мои». И Он говорит, «Если любите Меня». Опять же условия есть. У Бога есть определенное условие, да, это соблюдете Мои заповеди. Да, если любите Меня, и Я умолю Отца. А какую заповедь? Он говорит, «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей душою, и возлюблю ближнего своего, как самого себя, ближнего своего, быть в любви у всего народа, да, и если любите Меня, то соблюдаете Мою заповедь». Да, и Он еще другую заповедь даю, скорректировал. «Возлюби Господа Бога, да, всем сердцем, и возлюби ближнего, как Я возлюбил вас». Потому что Он говорит, «Вы не умеете себя любить». А Он говорит, «Как Я возлюбил вас, жертвенной любовью, предал себя за друзей». Он говорит, «Нету той большей любви, кто положит душу свою за друзей». «И Я умолю Отца, ибо даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И план Божий, чтобы Иисус размножился во всех учениках, размножился во всех народах, да, в Духе Святом. И Иисус уже не просто один проповедовал, а Иисус начал размножаться через своих учеников, через апостолов и дальше, и дальше, и дальше, которые, на которых сходил Дух Святой, да, и Дух Святой начинал открывать Писание, то, что проповедовали апостолы, говорили, проповедовали, они пребывали вместе, и Дух Святой производил эту работу. И вот почему очень важно нам, да, пребывать в единстве, пребывать в Духе Святом, потому что Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой. Не кто-то сказал, что ты Сын Божий, а ты говоришь, спасёшь. Ты спасён? Не знаю. Ты спасён? Да, я спасён. А я знаю, потому что это я знаю. Докажи. Мне не надо доказывать. Мне Дух Святой свидетельствует, что я спасён. И спасение, что Дух Божий свидетельствует моему Духу. моему Духу, Дух Божий. И День Пятидесятницы сам Бог явился на Сионе, явился, явил себя во Святом Духе, и пребудет с вами в обек Дух Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Мир не знает. Мир говорит, вы какие-то ненормальные. Да не может такого быть. Потому что нельзя вместить славу Божью, нельзя вместить невмещаемое, да, вот именно без Святого Духа. Только Дух Святой может поместить в наши сердца, в наш Дух, Его силу, Его славу. Дух Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и у вас будет. И вот День Пятидесятницы, это день, в который он сошел быть в нас. И Дух Святой сейчас в нас, в тебе, во мне, в тебе, дорогой, Дух Святой, в тебе, если ты принимаешь Его, принимаешь Христа, да, и крестишься в Него, то Дух Святой получаешь дар Святого Духа, да, и, как говорится, пока здесь, да, да, докрестится каждый из вас в Иисуса Христа и получите дар Святого Духа, да, и мы видим эту славу, славу Божию, которую Бог явил на этой земле, и Бог явился во Святом Духе на этой земле и размножился в каждом из нас, и теперь Иисус на престоле моего сердца, на престоле твоего сердца, на престоле твоего сердца, Иисус на престоле наших сердец, да, и Он, как бы, появляется моим личным Богом, да, это не то, что, как бы, у меня, я, Он всемогущий, но Он избрал меня, Он меня избрал, не я Его избрал, Он меня избрал, и Он лично мой Бог, Он лично мой водитель он лично мой целитель он лично мой наставник он лично мой путеводитель он лично он захотел быть во мне это его воля не я его избрал а о меня избрал он тебя из права он тебя избрал и поставил чтобы мы шли и приносили плод и чтобы плод наш пребывал и это важный момент и 15 я на 15 не вы меня избрали а я вас избрал и поставил чтобы вышли и приносили плод чтобы плод ваш пребывал и чего не попросите его отца во имя моё то дам вам и вот сила отвеченной молитвы чего не попросите отца дам вам но здесь есть опять же есть условия до войти в его избрание откликнуться на ему призыв не вы меня избрали дай человек может отказываться от избрания будет то я не верю я не здание и когда бог избирает и чек отвечает на его призыв и я вас поставил но избрание есть есть миссия в избрании он поставил чтобы вышли и приносили плод какой плод плод его любви чтобы мы являли его и являли с его спасением любви этому народу потому что без его плода любви мы не можем ничего сделать чтобы приносили плоды чтобы плод ваш пребывал чтобы до любом пребывала во всех ситуациях и обстоятельствах чтобы люди спасались вокруг тебя и были прилагались к церкви надо быть в любви у всего народа чтобы плод любви пребывал в тебе этот важный момент нам наполняться духом святым и как мы сегодня пели песню дух святой да он изменяет меня очищает мое сердце дух святой до открывает нам иисуса христа дух святой его миссия до прославить иисуса христа открыт нам иисуса христа внутри нас до и просить его отца и будет вам до чтобы мы шли и приносили плоды чтобы плод ваш пребывал и все заповедь 17 стих даю вам до любите друг друга любите друг друга и бог дает заповедь свою любите друг друга любите драгоценное друг друга и важный момент дух святой этот дух позже любви пришел к дух из дух истины дух славы божий он пришел в нашу жизнь чтобы его слава его сила она была явлена во всей полноте полноте бога нашего отца халилюя и давайте мы сейчас будем молиться будем молиться и сейчас чтобы его благодать она изливалась немерой на твою жизнь и сейчас молись до молись пребывай в нем и я хочу чтобы мы еще открыли два места писания и мы будем дальше молиться потому что не вся церковь она имеет откровение о святом духе есть люди которые говорят что уже прекратилось если прекратилось и пророчества прекратились дары да что это было только как был апостолов да но это не до писания вреда обратном и мы видим эти чудеса которые бог производит через свой народ и мы видим множество свидетельств и я свидетельство славы божьей и вы многие свидетельства славы божьей который был совершил на этой земле давайте мы откроем еще деяния и будем молиться деяния 17 глава когда апостол павел встретил учеников до которые знали христа знали учения возможно не креяне невозможно они крестились покаянием ланом крещения пройдя же помфилию аполлонию они пришли фессалонику где была иудейская синагога павел по своему обыкновению 19 я читаю 17 19 глава из первого стиха во время пребывания полоса в коринфе павел пройдя верхние страны прибыл в эфес и найдя там некоторым учеников сказала приняли ли вы духа святого уверовал они же сказали мы даже не слыхали если дух святой они многие мы не слыхали если дух святой что за дух святой да и он сказал во что же вы крестились они отвечали главного крещения павел сказал и он крестил крещением покаяния говоря людям чтобы веровала или в грядущего по нем то есть во христа иисуса да и вот есть покаяние а есть крещение духом святым и от покаяния до 1 там покайтесь покайтесь так креститься каждый из вас покаяния павел крестил крещение покаяния говоря людям чтобы веровали в грядущем по нему то есть во христа у с иисуса и услышал это они крестились во имя господа иисуса и когда павел возложил на них руки сошел на них дух святой и они стали говорить новыми языками и пророчества и и когда павел помолился за них помолился да о крещении святым духом то они начали говорить иными языками и пророчества да и одно из знамений до крещения святого духа это говорили на иных языках да это иные языки и пророчества и давайте еще одно местописание откроем и мы сейчас будем с вами молиться луки луки 11 с 9 стиха и я скажу вам просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и творят вам и мы знаем ибо всякий просящий получает ищущий находит стучащему творят какой из вас отец когда сын попросит у него хлеба поддаст ему камень или когда попросит у него рыбы поддаст ему змею вместо рыбы или попросит у него яйца поддаст ему скорпионов и так если вы будучи злый умеете даяние благе давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого просящему у него и здесь мы видим до слова иисуса христа он бог сам определяет не я решаю кому нужно креститься кому не нужно креститься и нам если вы будучи злые деяния благе даете детям вашим тем более отец небесный и не лучше не добрее бога что ты вот именно определяешь как креститься да и многих есть церковь надо чтобы там креститься надо дам столько всего там как бы показать сделать каких-то даму это чтобы на тебя уже потом было допустили как бы крещению я вам скажу что крещение это несовершенство а это приводит нас к совершенству и когда мы приходим нам нужна эта сила его иудеев когда там была куча людей которые беззаконные были они как бы да вроде соблюдали закон беззаконные распяли которые когда они не увидели проявления славы божьей и было множество людей которые покаялись изменились и им не надо было куда к чему-то прийти пройти каких-то там вот школ надо услышать было слово божье чтобы дух святой коснулся изменил их нет сердца они приняли решение покаялись до крестились во святого духа и получили дар святого духа и так если вы будучи злые умеете даяние облаги этого детям вашим тем более отец тем более отец тем более отец тем более даст духа святого просящему у него и бог он дает всем просто и без упреков он дает просто и без упреков тебе нужно только пожелать заходить господь я понимаю конкретно что если я нахожусь на этом месте если я слышу слова свят это это не я тебя избрал не я захотел прийти сюда не я включил как бы этот канал а ты избрал меня и я откликаюсь на этот призыв я сокрушаюсь перед тобой и каюсь в своих грехах да кричусь во имя иисуса христа и получаю дар святого духа и это решение твою и бог сейчас стучится к тебе я тебе говорю в прямом эфире бог тудит ах тебе может ищет будешь смотреть на записи но я тебе говорю бог сейчас стучится к тебе чтобы слава божья была явлена в твоей жизни бог хочет коснуться тебя и наполнить тебя своей силой и сделать тебя избранным народом своим чтобы слава его являлась через тебя чтобы всякая зависимость она потеряла свою силу всякий грех потерял свою силу всякая беззакония она была разрушена и чтобы сила святого духа она пришла в твою жизнь во всей полноте как от несущего сильного ветра наполнился весь дом и явились языки разделяющие как бы огненное чтобы ты ходил в огне святого духа чтобы ты пророчество он говорил на иных языках чтобы слава божья она была явлена в полноте божией и чтобы благодать божья она пребывала на тебе и давайте сейчас мы поднимемся да и будем молиться я сейчас вот именно если ты не крещен святым духом если ты конкретно да не мечте проявления до пришло время пришло время тебе сегодня получить от святого духа сегодня здесь на этом служении сегодня здесь там у себя дома может в машине может и там где-то сейчас включил эфир да но дух святой он касается тебя касается твоей души касается твоего духа касается твоего сердца его слава она касается тебя я хочу чтобы сегодня сегодня ты наполнен был духом святым и являл славу божью чтобы ты останавливал беззаконие чтобы ты утверждал силу божью чтобы ты утверждал славу божью эту благодать божью чтобы ты утверждал на этой земле и пусть благодать божья она прибудет себе чтобы ты свидетельствовал слави божий в старик церкви в иудее и даже до края земли в самарии чтобы ты шел свидетельства в другие города чтобы ты открывал свои каналы чтобы ты свидетельства о славе божей который бог дал тебе чтобы ты проповедовал евангелию славы божий чтобы огонь святого духа он он давал это утешение благодать помощь исцеление освобождение чтобы войны были закончены чтобы слава божья она была явлена во всей полноте на этой земле вот тут святой я молю тебя я молю тебя тут святой коснись прямо сейчас каждого сердца я молю тебя дух святой прикоснись вот своим духом во имя иисуса христа я прошу тебя господь коснись каждого сейчас слышу слышит твое слово слышит твой призыв я прошу тебя коснись твоим духом и света сердца о бомбай наполни собой о мой бог да крестница каждым иисуса христа сына твоего о бомб это получит дар святого духа я молю тебя господь богу ты касайся касайся каждого сердца наполняй собой я прошу тебя совершает работу прямо сейчас и пусть божья благодать благодать на благодать не заливается не мерой о дух святой касайся сердец наполняй собой иисус аллилуйя дорогой друг не чтобы ты сейчас вместе со мной молился этой молитвой молись от всего сердца это твое обращение к богу это твое обращение чтобы бог вошел твою жизнь чтобы сила святого духа сошла на тебя и благодать божья она была явлена во всей полноте и давай закроем глаза и сейчас обратимся к богу отец небесный во имя иисуса христа я прошу тебя прости мои грехи видимо и невидимая очисти меня а мой меня своей святой крови войди в мое сердце будь моим господом будь моим спасителем с этого дня и навсегда и я прошу тебя дух святой в виде меня научай меня исцеляй меня наставляй меня обличай меня я даю свои твои святые руки свое сердце свой дух свою душу и ты твои волю свою моей жизни о бог мой отец ты сказал слове если вы будучи злые даяние благие может давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого просящему у него и я прошу тебя отец небесный дай мне дух святой наполни мне духом святым бог мой пусть сила воскресения христа она будет проявлено моей жизни пусть слава божья она будет проявлено моей жизни о бомбе дай мне пережить я свой бомбой христа его славу его силу моей жизни и я прошу тебя господь бомбой совершает работу прямо сейчас помыть и ты твои волю твою и пусть твоя благодать благодать на благодать она прибудет с народом твоим о мой бог и молись сейчас обращайся к богу молись у тебя уже деньги на сокровенное желание пусть слава божья она будет явлена во всей полноте о господь мы благодарим тебя мы благословляем тебя превозносит тебя я прошу тебя дух святой коснись каждого сердца коснись каждой души пусть чудеса исцеления прямо сейчас бог мой совершаются в силе и славе твоей в помазание святого духа дух святой я прошу тебя коснись коснись каждого сердца растопляй всякий лед удали каменные сердца вложи плотиные и выставят безмерная любовь она не заливается не мерой прямо с неба в сердца твоего народа любовь пребывали в любви у всего народа любовь божья вера божья благодать божья о дух святой и ты совершаешь бома это не работа господь человека это твоя работа это твоя сила твоя слава о мой бог и ты даешь нам эту благодать говорить и проповедовать но ты совершаешь я прошу тебя дух святой коснись коснись сердец коснись умов коснись во имя иисуса христа коснись больных органов ранами за христа ты исцелён я говорю исцеление освобождение благодати сила о мой бог и твоя слава о бомбой я все полноте идите и научите все народы крестей по имя отца сына и святого духа о мой бог ибо не вы избрали меня я вас избрал чтобы вы шли и приносили плод и чтобы был наш прибывал обуви плоды святого духа божественная любовь спасение господь бога народов она пребывает господь бог мой господь на этой земле жизни каждого верующего во имя иисуса христа сила божья помазать и божья огонь божий дух святой наполни силой касайся он тут святой исцеляй наполняй у рома за кадра рома щи а тут святой совершай эту работу вот тут святой у моисцеляет прямо сейчас исцеление исцеление это ненависть у тебя была ты не мог побороться с ней и пусть твоего благоволения благодать божья огонь божий о дух святой ты совершай эту работу в силе и славе твоей и пусть твоего благоволения благоволение благоволение оно прибудет с народом твоим и мы благодарим тебя мы с ламики и прославляю тебя мы величаем тебя превозносим тебя и пусть твоя божественная благодарна благодаря извлевать за не меры жизнь каждого во имя иисуса христа я благодарю тебя дух святой дух святой производить работу в каждом сердце во имя иисуса христа число выстрел я чудо голову на волны и боли были очень сильные прячут полное исцеление во имя иисуса полное сли полное сли во имя иисуса христа во имя исцеление глаз прямо сейчас полное исцеление во имя иисуса будет святой дух святой исцеление дыхательных путей прямо сейчас исцеление дух святые баспады совершает эту работу мы tinha сила и мы принимаем тебя мы принимаем от тебя дerson дух святой дунцит уведу святой ура масса да и рабочейped массой во имя иисуса христа Сейчас Бог исцеляет от блуда во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас полное исцеление во имя Иисуса Христа. Эти навязчивые мысли, они уходят, и святость Божия наполняет твое сердце во имя Иисуса Христа. Ко-ра-ма-са-ра. Сейчас спернасловие. Полное исцеление. Я повериваю этому Духу нечистому убраться в ум с этого человека во имя Иисуса Христа. Силой Святого Духа я довериваю тебя оставить во имя Иисуса Христа это тело. Я высвобождаю силу Святого Духа. О, Дух Святого, ты господствуй во имя Иисуса Христа. О, мой Бог, мы благодарим тебя, благословляем тебя, превозносим тебя, любим тебя и прославляем тебя. И ты совершаешь твою работу в огне Святого Духа. И пусть твоя божественная слава, твоя божественная сила, твое божественное помазание, оно течет, Господь Бог мой, жизнь, Господь Бог мой, народа твоего. Мы любим тебя, славим тебя и прославляем тебя, величаем тебя, превозносим тебя. Прямо сейчас исцеление, позвоночник, исцеление, шейный отдел, полное исцеление. Поясничный отдел, полное исцеление, полное исцеление во имя Иисуса Христа. Вот, Дух Святой, ты совершаешь эту работу, совершаешь эту работу во имя Иисуса Христа. Исцеление в гостях, прямо сейчас астропороз, астрохондроз, прямо сейчас полное исцеление во имя Иисуса, всякая деформация костей. Она останавливается прямо сейчас во имя Иисуса Христа. принимает исцеление от Бога, это помазание с неба во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. И это небо, оно сейчас внутри тебя, во имя Иисуса Христа, небо Божье. О, Бог мой, ты наполняй своим небом каждое сердце, каждую душу, твоя слава, твоя сила. О, мой Бог, мы благодарим тебя, благодарим тебя, Отец, за твою безмерную любовь. Благодарим тебя, Отец, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в жизни каждого человека, кто нас слышит, кто нас видит, кто принимает от Тебя, да будет воля Твоя, благая, угодная и совершенная. И мы благодарим Тебя, мы славим Тебя и прославляем Тебя, мы величаем Тебя, мы превозносим Тебя, мы любим Тебя и прославляем Тебя. Слава Тебе, великий всемогущий, вездесущий, всеведущий Бог. Слава Тебе, Отец, слава Тебе, Иисус, слава Тебе, Дух Святой, халилюя, слава Иисусу, да. Слава Тебе, Отец. Слава Тебя. Слава Тебя. Продолжение следует...